Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на мужской финал Ролан Гарос, Новак Джокович, Рафаэль Надаль. Статистика игроков. И Джокович, и Надаль дошли до своих полуфиналов, не проиграв ни одного сета. И полуфиналы у обоих складывались практически идентично до конца третьего сета, но концовки матчей получились разными. В обоих полуфиналах очень длинный выдался первый гейм. Шварцман с Надалем рубились 15 минут, Джокович с Циципасом 8. И там, и там фавориты выиграли, после чего пошла дорога с односторонним движением. Оба андердога включились в концовки третьего сета, когда вовсю запахло жареным. Шварцман сумел дотянуть до тайбрейка, на который у него уже не осталось сил, и Диего слил его под ноль. Циципас же чудом отыграл матчбол и продлил матч еще на два сета, но в пятом и у Грека тоже закончился бензин, и он уступил его в чистую 1-6. По личным встречам Джокович ведет 29-26, но на грунте преимущество у Рафа 17-7. Надаль в игре против Шварцмана показал, кто на грунте еще хозяин. Многие после победы Диего над Тимом прочили аргентинцу победу и над Рафой. Но увы, когда Шварцман вышел не играть против короля грунта, а выигрывать, стало и понятно, что король пока еще не голый. Возможно, Диего слишком много сил и эмоций оставил в игре с Тимом. Может, переоценил свои силы, но как бы там ни было, Арафа очень грамотно построил матч, не дав сопернику проявить себя. У Нале случился непонятный провал в концовке третьего сета, когда он не смог взять матчбол, а потом проиграл два сета. В пятом серб подсобрался и вынес Циципаса в одну калитку. Этими славится Джокович, что умеет в нужные моменты играть на пределе своих возможностей. То есть, не допуская ошибок, и выиграть у такого Джоковича можно только еще более активной и безошибочной игрой. Матч обещает быть необычайно интересным. Рафа выглядит чуть более свежим и неимоверно заряженным на победу. Джокович наверняка очень хочет свергнуть грунтового короля и показать, что он лучший в мире сейчас не только на харде и траве. Боки фаворитом на матч ставят испанца. Трудно сказать, насколько они правы. В любом случае, Джокович так просто победу не отдаст. Вряд ли у кого-то из соперников будет решающее преимущество. Скорее всего, матч растянется на 4-5 сетов. Поэтому ставка на тотал больше 40,5 геймов за 2-0-0 смотрится вполне логично и реально на такой финал Ролан Гарос. Если говорить о ставке на победителя матча, то логично будет взять победу Новака с плюсовой форой плюс 2,5 гейма за 1,95. Надаль, если и выиграет, то это будет очень трудная победа с практически равными победами по геймам. А вот потенциальная победа Джоковича запросто может случиться с преимуществом 4-5 геймов. Продолжение следует...